Всем привет, меня зовут Натан, и сегодня пришло время посмотреть еще один эпизод Факторио в нашей серии «Шаг за шагом из двух мегабаз». Мы действительно достигли своей цели стать мегабазой. Конечно, это еще не конец серии в буквальном смысле, но теперь мы продвинулись до статуса мегабазы. И если мы посмотрим, например, на последний час или около того, то увидим, что мы потребляем более 870 научных упаковок в минуту. В перерывах между эпизодами я охранял еще несколько участков периметра. Теперь у нас есть более широкий и надежный периметр, которым мы можем воспользоваться, и нас следует оставить в покое, возможно, на пару часов. На самом деле это неправда, потому что мне все еще нужно улучшить эту ситуацию здесь. Но теоретически мы можем сделать это удаленно. Все, что мне нужно сделать, это добавить сюда еще один чертеж артиллерийского модуля. И если мы все сделаем правильно, то сможем вставить его прямо сюда, хотя радар немного мешал. Затем робот должен начать строить все для меня, и станция откроется, чтобы туда можно было транспортировать новые материалы. Таким образом мы должны еще немного обезопасить периметр здесь, и возможно это не приведет к нашему краху. Нам придется проделать то же самое и там, но прямо сейчас я хочу сделать кое-что еще. А теперь, прежде чем я действительно пойду сюда, позволь мне исправить одну проблему, о которой я всегда забываю. Кто-то заметил, что здесь есть разделитель, обращенный не в ту сторону. Да, вот этот разветвитель находится прямо здесь. Ну и чертов ублюдок же ты. Я отключил питание. Я такой идиот. Ребята, вот уже по крайней мере час, как я отключил питание. Позвольте мне исправить эту проблему. Хорошо, теперь мы делаем это снова. Неужели я это сделал? Нет, к счастью, я не делал этого с другими модулями. Да, я даже не заметил этого, но именно поэтому у нас больше не было тысячи пакетов. Позволь мне просто сказать тебе, что я постоянно производил 1200 пакетов в течение нескольких часов, и это не было проблемой. Но теперь мы собираемся повернуть этого парня в нужную сторону, и теперь все должно быть функционально. Я как раз направляюсь к третьему модулю. Я исправил второй модуль, и вот здесь тоже должна быть ошибка. Да, и я не могу его повернуть. Похоже, что у нас здесь уже есть первая атака, но мы все установили успешно. Ох, не уверен, что ты переживешь это. На самом деле в лесу все гораздо проще. Да, они даже не добираются до самых стен. Только посмотри на это. Как чудесно. Хорошо, а теперь мне пора возвращаться на базу. Внимательные наблюдатели наверняка заметили, что я установил здесь третий модуль для выплавки меди. Это означает, что теоретически у нас должно быть достаточно меди, чтобы установить четвертый мегамодуль. Но прежде чем я это сделаю, я хочу усовершенствовать свою армию спайдертронов. Прямо сейчас у меня есть пара спайдертронов, но обычно мне приходится заправлять их целую кучу раз. Так что сейчас мы добавим еще несколько спайдертронов. На данный момент у меня есть три типа людей. Если мы посмотрим на них, то увидим, что желтый тип несет в себе все необходимое для солнечных панелей и кучу ремонтных комплектов. У нас есть зеленые ребята, которые перевозят мусор на свалку, а также полы. А у нас есть синие ребята, которые в основном перевозят все строительные материалы. Похоже, что на данный момент у меня есть только четыре строителя. Да, давай просто немного сойдем с ума. Почему бы и нет. Так что я собираюсь установить здесь кучу паучьих тронов, просто достав их из своего сундука с запросами. Давай возьмем еще четыре. Да, давай просто сделаем пять и шесть. Таким образом, у нас осталось около десяти строительных тронов. А потом я просто скопирую их с моего чертежа здесь. Так что эти ребята здесь только для того, чтобы я мог скопировать это заново, а затем мне нужно будет пополнить запасы всего необходимого для работы сети. Так что сетка автоматически заполнится здесь, а затем я могу просто скопировать это для следующего, подожди, пока я не получу немного еще что-нибудь, перепиши это для следующего. И так далее, и тому подобное. Это просто замечательно. Тогда все, что мне нужно сделать, это взять свой пустой пульт дистанционного управления и взять один из этих. Позволь мне на самом деле убрать остальные с дороги. Так что я привяжу это к тебе, и с этого момента ты будешь следовать за своим лидером. Затем мы просто уберем пульт дистанционного управления и проделаем это для каждого из тронов пауков. Вот и все. Теперь у меня есть десять тронов строителей. Давай посмотрим, что произойдет, если они действительно войдут в зону логистики. Именно это я и хочу увидеть. Я использую всех своих тысяч и один логистических роботов. Я не думаю, что мне действительно понадобится больше роботов, чем это. Это исключительный сценарий развития событий. Кстати, похоже, что у нас есть три-шесть человек, которые работают на свалках и на этажах. Так что я собираюсь добавить еще четверых. Один, два, три, четыре. Это так удобно. Я перепишу это и отдам тебе вот это. Подожди, а мне что-нибудь нужно? Да, мне не хватает робопортов и переносных термоядерных реакторов, но я могу взять кое-что из этого сундука. Да, просто дай мне всю эту стопку целиком. И вот так у нас теперь есть еще десять зеленых парней, что определенно улучшит наши шансы, что определенно улучшит наши шансы. Увеличьте наши шансы на то, что мы сможем закончить модуль за один раз. Честно говоря, в данный момент я не очень беспокоюсь о том, что солнечная панель умрет. Я даже не знаю точно, сколько их у нас осталось. Теперь, честно говоря, становится трудно что-то разглядеть. Позволь мне просто пройтись с ними по кругу. Похоже, что у нас их всего три. Да, давай увеличим их количество до пяти. Так что мне понадобится еще два спайдертрона. Я скопирую изображение желтого парня и вставлю его для этих ребят. Мне просто не хватает портов для роботов, и тогда эти ребята тоже смогут присоединиться к своей группе. На самом деле не имеет значения, за кем они следуют, если честно. Я бы предпочел, чтобы они следовали за желтым парнем, если это возможно. Отлично. Теперь к нам также прибывают солнечные батареи. Это просто замечательно. А теперь давай посмотрим, что произойдет, если все эти ребята последуют за мной. Давай же, давай, давай. Сапоги, сапоги, сапоги. Именно об этом я и говорю. Это должно улучшить мои строительные способности. Похоже, у нас здесь крупная атака. Мне действительно пришлось установить несколько необычных лазерных турелей, потому что я действительно углубился на вражескую территорию, чтобы они атаковались с нескольких сторон. Хорошо, а теперь как бы нам проверить это на практике. Кстати, давай проверим, что произошло за последние 10 минут или около того. Удалось ли нам добиться улучшения? Да, только посмотри на это. Мы вернулись к скорости 1,2 упаковки в минуту. Но учитывая, что все мои станции здесь окрашены в фиолетовый цвет, а это значит, что у нас достаточно исходных ресурсов, возможно, мы сможем добавить еще один мегамодуль. И лучшее место для этого прямо здесь, потому что оно не слишком сильно нарушает границы, просто это медная жила, а потом все остальное, все остальное должно быть в порядке. Да, давай я отправлюсь туда со своей армией строителей и просто посмотрю, сколько мы сможем построить. Хотя я и не думаю, что в настоящее время мы смогли заполнить все паучьи троны, потому что у меня не было столько материалов в запасе. Но я думаю, что это будет здорово, учитывая всю дополнительную мощность робота. А теперь, честно говоря, на данном этапе нам может понадобиться еще один завод по выплавке стали. Я не думаю, что смогу справиться с этим, используя только один завод. Так что следующий завод по выплавке стали будет работать следующим образом. О, дай-ка я посмотрю. Не слишком ли много здесь всего? Раз, два, три. Да, мне нужно было бы сделать это немного раньше. Это полный отстой. Так что, возможно, следующий завод по выплавке стали должен быть просто здесь, на вершине. На самом деле, в этом гораздо больше смысла. Да, должен построить этот первый завод. Но раз уж мы уже спускаемся вниз, давай, может быть, разберем кое-какие вещи на части. Например, эта шахта мне больше не понадобится. Она сослужила свою службу. И это также означает, что я могу разобрать поезд прямо здесь. Позволь мне избавиться от нее, чтобы она не съехала с места, а я просто поленюсь и немного ее взорву. Ну вот и все. Теперь мы можем разобрать это на части, отдай мне все эти шахтные вещи, спасибо тебе. И мы можем пойти дальше и заменить эту солнечную батарею просто так. А теперь, если я проверю верхний этаж, мы сможем оценить, сколько места нам понадобится, и это будет примерно так, вероятно, вплоть до этого места. Да, давай просто избавимся от этой части здесь все вместе, а затем мы сможем скопировать ее более удобно. Именно это мне и нравится видеть. Теперь даже разбирать вещи на части довольно удобно. Теперь, конечно, есть и обратная сторона разборки чего-то такого большого. У тронов пауков на самом деле нет возможности справиться с этим. Вот и все. Работа почти завершена. Я думаю, что мне нужно ненадолго вернуться на базу, чтобы все выгрузить. Но, как ты видишь, теперь у нас должно быть достаточно места для всего модуля. Вот и все. Я думаю, что все мои роботы тоже прибыли. Да, мы должны быть в состоянии провести еще один раунд, но на этот раз давайте подумаем о том, как построить следующий участок выплавки стали. У нас в основном такая же ситуация на самом дне, так что нам даже не нужно слишком много думать об этом. Давай я просто пройдусь по этому вопросу теоретически. Если бы мы взяли эту часть и затем вставили ее где-нибудь здесь, ну где-нибудь, то именно здесь она и должна была бы быть. Тогда мы также могли бы соединить рельсы вместе, и у нас уже была бы будущая область. Да, я думаю, что нам нужно только разобрать эту жилу здесь, и тогда у нас все будет хорошо. Может быть, стоит немного перемотать это? Вот мы и добрались до шахты. Давай разберем все это на части. Там есть два поезда, один из которых я уже собираюсь уничтожить ядерной бомбой, а другому я помешаю уехать. По сути, в этом сценарии мы действуем настолько расточительно, насколько это возможно, и это должно позволить мне снова уничтожить поезд. Теперь нам нужно только спуститься сюда намного раньше, так как здесь кажется хорошее место, и тогда я думаю, ребята, здесь на самом верху. Да, давайте просто повернем, они проходят здесь по всему периметру, а затем могут спуститься и сюда. Это очень мило, и именно поэтому у нас теперь должно быть достаточно места для всего модуля, чтобы он не мешал друг другу. Да, это действительно выглядит очень многообещающе, за исключением того, что здесь есть перекресток, который выглядит немного странно. Не мог бы я пока сократить эту тему. Да, я думаю, что на время сборки можно сократить эту тему. Так что я думаю, что все, что я хочу сделать, это убрать природу до этого момента, а также столбы электропередач. Я хочу все перестроить заново, и мы немного опустились ниже. Хорошо, это должно быть хорошо. Давай составим план действий. Я хочу включить в него все это еще больше, все это. Да, именно так. Здесь на самом деле мне не нужно включать солнечные батареи. Я так не думаю. Это будет наш сталеплавильный завод. Дай-ка я посмотрю. Мы уже можем приклеить его без проблем. Мне кажется, что это правильно. Да, на пути стоят только деревья. Хорошо, давай начнем строить это здание. Спасибо тебе, спасибо тебе. И на самом деле сейчас я собираюсь еще больше разобрать природу на части. Я знаю, что ты предлагал сохранить природу нетронутой как можно дольше, но большинство деревьев здесь почти засохли, и я просто обожаю свой паркет. Что я могу сказать? Но теперь, надеюсь, мы сможем собрать целую кучу этого модуля за один раз. И мне действительно было бы интересно соединить эти две линии вместе прямо сейчас. В противном случае поезда не смогут проехать. На самом деле это очень хорошо, не так ли? Я не хочу предоставлять им доступ прямо сейчас. Только после того, как мы закончим его строительство. В таком случае давай продолжим в том же духе. Похоже, что куча моих строительных тронов все еще заполнена, так что это может быть небольшой проблемой, особенно с синими, и тогда очень трудно понять, какие из них заполнены. Роботы. О, на самом деле прямо сейчас у меня нет этой проблемы. Возможно, это также была просто проблема с зарядкой роботов. Хорошо, теперь мы начинаем строить собственно плавильную часть модуля, и я уверен, что смогу закончить это за один раз. Мы все еще продолжаем строительство. Обычно к этому времени я уже хотя бы раз возвращался на базу. Эта часть просто лучшая, что есть в игре. Я испытываю такое удовлетворение, когда добираюсь до этой стадии игры. Хорошо, а теперь я попытаюсь восстановить эти временные связи здесь, пока мы не найдем лучшее решение. Святая корова, на самом деле мы еще не прекратили строительство. Проблема с зарядкой, похоже, является самой большой проблемой. Кое-что может стать лучше, если мы просто добавим больше спайдертронов. Ладно, не слишком убого. По моим оценкам, в конечном итоге нам понадобится примерно вдвое больше спайдертронов, чем у нас есть в настоящее время, чтобы правильно удовлетворить наши потребности. Но это также означает, что нам нужно увеличить объем некоторых хранилищ, которые у нас есть в настоящее время. Например, нам нужно больше места для хранения маяков, возможно, также и для хранения ремней безопасности. Но здесь мы быстро пополняем запасы. Возможно, нам действительно нужно больше роботов-логистов. Давай я принесу сюда сундук с запросами вместе с устройством для вставки. Давай на самом деле положим это вон туда. В этом больше смысла. Хорошо, а потом дай мне роботов-логистов прямо здесь. Я просто запрошу 50 долларов, а затем подключу это устройство к робопорту, и все, что мы хотим сделать, это включить и отключить этого парня, как только мы его обнаружим. Давай я действительно подсоединю это устройство к столбу электропередачи, чтобы мы могли посмотреть, что здесь происходит. Мы хотим ознакомиться с состоянием робототехники. Таким образом, количество доступных логистических роботов должно составлять 2000 штук. Нет, я думаю, что в общей сложности их должно быть 2000 штук. На самом деле доступные логистические роботы были бы более динамичными. Итак, мы берем значение X. Если мы обнаружим, что значение X меньше, скажем, 50, то мы захотим активировать вставщик. И я просто хочу проделывать это с одним роботом за другим. Так что это означает, что всякий раз, когда все логистические роботы будут израсходованы ниже отметки в 50 единиц, мы будем внедрять новые роботы. Таким образом, у нас будет масштабируемое количество роботов внутри системы, когда спрос начнет расти. Хорошо, а теперь я собираюсь вернуться к модулю и надеюсь, что мы сможем закончить это, подключить его, и тогда у нас получится удвоить количество производимой стали. Что этого должно хватить для следующего мегамодуля? Таким образом, в общей сложности у нас будет 4 мегамодуля, что позволит нам производить около 1,6 миллиона знаков в минуту. Вот и они. Давай посмотрим, как далеко мы продвинемся на самом деле. Похоже, что мы уже можем закончить плавильную часть, так что теоретически мы могли бы подключить это устройство, даже если еще не закончили укладку напольного покрытия. Да, похоже, мне не хватает только очищенного бетона. Похоже, мне придется удвоить это количество в моих паучьих тронах здесь. Позволь мне на самом деле, да, будет немного раздражающе копировать это снова, но давай подключим это прямо сейчас. И мы должны увидеть, как несколько поездов прибывают на станции там, а затем они будут доставлены сюда. Это означает, что мы должны везти еще два стальных поезда. Мы можем сделать это на нашей стартовой площадке. Вот мои стальные поезда номер 1 и 2. Второй вариант не совсем удался, но вот и все. Мы ждем еще немного топлива. Я все еще забыл о запрошенном сундуке, который находится неподалеку. Нам это определенно нужно. На самом деле, похоже, что в данный момент у нас недостаточно топлива. Да, я разобрал дополнительное топливо, которое производил, потому что понял, что сделал это только из-за резкого роста спроса, а не из-за реальной необходимости. Но, возможно, мне стоит переосмыслить этот вопрос. Да, это определенно так. Трон и пауки убираются с моего пути. О, боже мой. Да, я думаю, что мне, возможно, придется пересмотреть свое решение. Просто построите пять станций, а потом, возможно, мы поставим их в зависимость от логистики. Это не имеет значения. Они просто перестанут производить продукцию, если будут переполнены. Нам нужно немного ракетного топлива и небольшое количество урана. Давай также сделаем 10 фрагментов, и я просто перепишу это для всех этих ребят, чтобы они могли начать работать. А теперь пришло время установить сундук с запросами прямо здесь и вон там. Вот здесь находятся мои локомотивы, и если мы просто направим туда вставку, то сможем сразу же заправить поезда топливом. Так что я попрошу немного ядерного топлива. Давай сделаем это примерно за 10 минут. Да. А еще я попрошу несколько локомотивов и грузовых вагонов. Давай, может быть, сделаем здесь два штабеля и еще один штабель жидких вагонов. Перепиши это для обоих этих сундуков с запросами и убедись, что они получают питание. Да, давай так и сделаем. Хорошо, это должно быть хорошо. Так что теперь, когда бы я не собирал поезд, роботы будут забирать его из хранилища. И надеюсь, я даже смогу вставить топливо вот сюда. Путь. И я собираюсь приехать сюда в третий раз. Проблема определенно заключалась в напольном покрытии. Нет, подожди, я хочу починить напольное покрытие, потому что я действительно считаю, что у нас его достаточно. На самом деле, не обращай внимания. Я думаю, что нам нужно увеличить объем производства. Так вот, технически мне больше не нужно это производить. Не могли бы мы изменить эти сундуки с запросами и заменить этих ребят здесь тоже. Поменяя этих ребят здесь тоже, и тогда теоретически мы должны будем производить железобетон, если все пойдет по плану. Вот и все. Теперь мы удвоили количество железобетона, которое мы строим, и я хочу убедиться, что мы запросим, возможно, тысячу долларов вместо 500 долларов, которые мы строим. А у меня есть для этого место. Я могу это сделать, а могу и нет. На самом деле я в этом не уверен. Дай-ка я проверю здесь свои бюллетени. Да, я должен быть в состоянии положить туда еще пять стопок, не так ли? Да, все они не слишком заполнены. Да, еще пять стопок, это нормально. Так что давай я скопирую это, а теперь я хочу только получить своих зеленых парней, и я могу подтвердить это здесь справа. Я вижу картинку. Так что я просто попытаюсь обновить всех зеленых парней правильной формулой. Это просто замечательно. Теперь мы должны быть в состоянии закончить эту сборку. На данный момент она уже работает, не так ли? Да, у нас действительно есть пара поездов на стыке. Они уже начинают плавиться, а потом у нас здесь тоже появились наши стальные поезда. Хорошо, мы действительно сделали это. Я не могу этого сделать. О боже, ты серьезно? Именно поэтому я сначала хотел разобрать все на части или дать мне проверить. Нет, с другой стороны, это не проблема. Так что давай попробуем покончить с этим делом. Да, я думаю, что все уже построено, за исключением электронных печей. Это хорошо, но теперь, когда с этим покончено, я твердо верю, что мы сможем внедрить еще один мегамодуль. Чего же тебе здесь не хватает? А нет. Неужели у нас снова возникли проблемы с нефтью? Нет, баки все еще наполовину заполнены. Мы просто запрашиваем поезда, которые еще не прибывают. Если мы проверим наши сайты здесь, то увидим, что уровень нефтепродуктов немного ниже. С другой стороны, здесь та же проблема. Поступающая нефть, похоже, не является проблемой. Мы можем заправить заправочные станции, но, возможно, нам придется подумать о том, чтобы установить еще одну заправочную станцию в соединении. Мы легко могли бы сделать это вот здесь, с правой стороны. Так что если мы скопируем эту часть здесь, то она попадет прямо туда. Конечно, нам еще многое предстоит сделать, но технически нам придется пересмотреть только этот участок железной руды. Прежде чем мы действительно сможем добавить модуль, я должен убедиться, что мы поменяем местами это пересечение, а это также означает, что мы должны переместить, остановить и здесь ненадолго. Это, вероятно, будет самой неудобной частью всего происходящего. Дай-ка я посмотрю или остановлюсь. Я хочу, чтобы один из вас был здесь. А потом, я думаю, я просто поверну его вот так, чтобы он снова встал на рельсы. Отлично. Теперь мы должны быть в состоянии просто установить четыре линии прямо здесь. В будущем они должны будут опускаться вниз и входить прямо здесь в балансировщик. И вот так просто мы должны покончить с этой станцией. Если я сейчас перепишу эту станцию так, чтобы она действительно стала станцией погрузки железа, то я смогу просто пойти дальше и отправить поезда в их веселое путешествие. Так что я хочу убрать это, и да, они должны автоматически изменить маршрут движения. Отлично, а теперь пришло время разобрать все это на части. Нам нужно переставить вот это, а затем на очень короткий момент я также хочу перекрыть движение. Это не должно занять слишком много времени. Дай-ка я посмотрю. Я не думаю, что у меня действительно хватит места для этого. Так что давай я пока просто избавлюсь от перекрестка, а потом мне захочется взять все это примерно и выровнять по центру. Да, вряд ли все получится идеально. Позволь мне избавиться и от этого тоже. Давай же, нам нужно поскорее расставить все по местам. Хорошо, на самом деле сейчас это выглядит неплохо, за исключением того, что иногда что-то будет мешать. Но по крайней мере, может быть, мы сможем уже сделать это. А затем просто восстановить все здесь нужны необходимые связи. Да, все в порядке, очень мило. Я думаю, что мне удалось исправить ситуацию, по крайней мере, до такой степени, что движение поездов снова стало возможным. Отлично. Теперь все, что мне нужно сделать, это скопировать эту часть и заменить этот перекресток. И позволь мне посмотреть, как мы можем этого добиться. Да, это выглядит примерно так, как надо. Боже, здесь так много движения поездов. Я просто хочу переписать эту часть. Так вот, именно эту часть я хочу скопировать и вставить прямо сюда. Да, нам просто нужно найти подходящий момент. Например, сейчас там нет поезда, и тогда мы сможем вставить это прямо сейчас. Здорово. Отлично. И если с этим покончено, я не понимаю, почему бы нам просто не пойти дальше и не построить еще один модуль, если только нам действительно не понадобятся жидкости. Да, нефть может стать проблемой. У меня не хватает бензина. Да, так что прежде чем мы построим еще один мегамодуль, я хотел бы построить четвертую жидкостную станцию. Для этого нам нужно будет взять вот эту деталь и, например, вставить ее в нижнюю часть. О, мы только что достигли уровня производительности добычи полезных ископаемых 33. Не слишком убого, но это примерно здесь. Еще одна возможность заключается в том, что у нас есть это с другой стороны здесь. Да, если мы все сделаем правильно, то нам действительно придется нарушить только эту часть. Так что мы могли бы сделать перекресток здесь немного раньше, и тогда нам нужно будет построить этот городской квартал. О, на самом деле нам нужно два городских квартала. Да, мне понадобятся эти два городских квартала, и было бы действительно удобно просто продолжить движение здесь. Но там все еще есть 3,9, тем не менее, в какой-то момент нам придется избавиться от этого количества железа. Да, так что я действительно думаю, что было бы лучше поместить это вот здесь внизу, но для этого мне нужно было бы наконец сделать чертеж. Я думаю, что еще до того, как мы построим следующий мегамодуль, мы позаботимся о большем количестве ресурсов, так что, возможно, мы даже сможем построить два мегамодуля. Модули появятся в следующем эпизоде, но я решил, что у нас просто достаточно железа на все случаи жизни. Есть так много патчей, к которым я еще не подключился. Медь – это немного более серьезная проблема, она находится дальше, но я думаю, что эти два участка железа я просто не буду добывать. И это позволит нам построить третью железную станцию, а также построить эту жидкостную станцию здесь внизу, с еще одним реактором. И мы можем просто скопировать и вставить это в текст без необходимости возиться здесь. Единственная проблема здесь заключается в том, что мы потеряем здесь немного сырой нефти. Так что, может быть, я просто оставлю это в стороне, а затем мы воспользуемся двумя другими ресурсами, которые действительно могут иметь немного больше смысла. Но ты знаешь, что большая часть этого материала на вертикальной оси будет потеряна, потому что именно туда будут помещены все модули. И мы просто не сможем сохранить все патчи. В этом нет никакого смысла. Так что, прежде всего, мы собираемся вывести эти шахты из эксплуатации. Я разрешу поездам с некоторым грузом продолжать доставлять грузы, но мы не позволим вводить в систему какие-либо дополнительные заказы. Тогда то же самое произойдет и здесь. Я просто избавлюсь от этой заправочной станции здесь, избавлюсь от этого кирпича. Может быть, что-то из этого мы сможем реализовать, как только модуль будет установлен. Кроме того, похоже, что нам нужно подключить еще один каменный ресурс. Да, я думаю, что мне нужно подключить еще один источник к железнодорожной системе. Но мы можем сделать это в определенных районах, например, на этой станции, которая еще даже не заполнена. Ну что же, два поезда уже отправились в веселый путь. Так что я думаю, что вот здесь я мог бы просто пойти дальше и изменить маршрут в будущем. Ты можешь доставить свой груз сам. На самом деле, пункт назначения уже заполнен до отказа. А потом я уже заберу следующего пассажира. Все это пришло к папе, давай приведем тебя в порядок. А вот и вторая вена полностью моя. Спасибо тебе. И это действительно дает нам возможность поработать хотя бы над чем-то. Я думаю, что все, что мы уже могли бы сделать, это установить прямые здесь, а затем нам просто нужно изменить направление этой нижней части, чтобы мы действительно могли двигаться по этому пути. Так что я бы предложил сначала заменить этот перекресток. Это будет только мешать. Могу ли я это сделать? Хорошо, возможно, у нас действительно что-то получится. Это будет рискованный маневр, но я думаю, что просто хочу попробовать. Вот и все. Нет. Не так ли? Подожди. Я так думаю. Нет, 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 нет. Давай, давай, давай. Я случайно разбил поезд на части. Это было слишком быстро, но я думаю, что избежал этого, и теперь я должен быть в состоянии заменить этот перекресток. Более или менее надеюсь, что поезда снова проедут через него. Но это действительно выглядит многообещающе. Хорошо, очень хорошо. Мне нравится, к чему все идет. Но теперь у нас должно быть свободное пространство. Что ты делаешь? Разве у тебя нет какой-нибудь тропинки? Держись крепче. Я так думаю. Подожди, ты чего-то ждешь? У меня может не хватить света. Да, я вижу, в чем проблема. Все это соединено воедино без света, и, конечно же, этого не может быть. Так что если я просто быстро доберусь сюда, то смогу снова включить движение поездов. Давай же, построй все это сам. Спасибо тебе. Вот они и отправились в путь. Это просто замечательно. Но да, ты уловил основную суть. Все, чего я хочу для этого парня, это переехать сюда. На самом деле не имеет значения, куда именно, просто отойди в сторону и полностью спустись вниз. И тогда он снова сможет присоединиться к системе прямо в этом месте. Таким образом, я также смогу удалить этот трек. И теперь у меня действительно будет достаточно места для его установки. Нет, на самом деле я просто глупый. Мне нужно пройти весь этот путь до конца. Да, в этом будет больше смысла. Так что нам действительно придется проделать весь этот путь сюда. И я думаю, что также могу подвинуть тебя немного ближе. Тогда мы просто проберемся через джунгли и соединимся с рельсами вон там. Хорошо, я сейчас вернусь. Я решил сделать въезд и выезд только с этой стороны. Поезда, находящиеся в этом месте, на самом деле не должны двигаться вверх ни в каком виде, ни в какой форме. И, конечно же, теперь это также означает, что я могу убрать рельсы прямо здесь. Да, все это больше не нужно. Вот мы и на месте. Теперь у нас почти есть все необходимое пространство, чтобы построить это здание. Мне все равно придется немного передвинуть рельсы сюда, но ты понимаешь основную суть. В следующем эпизоде мы сможем добавить масляный модуль, а также зону плавки, если это необходимо, но, что более важно, один или даже два мегамодуля. Так что это будут захватывающие времена. Давай проверим, что произошло за последний час. С тех пор, как я исправил ошибку, прошел, наверное, целый час. Да, 1200 долларов, вот к чему мы должны стремиться. По крайней мере, на каждый мегамодуль приходится еще по 400 долларов. Отлично. Теперь, когда с этим покончено, давайте подведем итоги сегодняшнего эпизода. Большое тебе спасибо за то, что ты наблюдаешь за ребятами. Желаю тебе отлично провести время и надеюсь, я увижу тебя в следующем эпизоде. Пока-пока.